Приветствую всех на моем канале Товар из Китая, меня зовут Вячеслав и у меня в руках смартфон Vivo V25 Хоть он и вышел в сентябре прошлого года, но он по сей день актуален Смартфоны линейки V позиционируются как камерафоны Поэтому мы сегодня также поговорим о его камере Я им пользуюсь уже больше двух недель и сегодня в полном обзоре мы его с вами обсудим Итак, поехали! По традиции я начну с комплекта поставки В такой серой коробке приходит наш смартфон Помимо самого телефона у нас есть мощный зарядный блок Максимальная мощность 44 ватта За полчаса заряжает на 61% смартфон Наушники такие проводные Кабель USB Type-C Хорошего качества иголка для извлечения SIM слота Переходник Type-C на 3,5 мм Аудиоразъем Дальше инструкция В двух экземплярах и гарантийный талон А также силиконовый чехол на первое время Я носил смартфон в силиконовом чехле В принципе, все удобно Что касается его внешнего вида Скажу вам, друзья, что в руке ощущается как смартфон премиального сегмента Задняя крышка выполнена из такого матового стекла Блок камер так прилично выступает из корпуса Надпись Vivo Правая сторона у нас кнопка включения и качеля громкости Грани у нас ровные Сверху только микрофон для шумоподавления Эта сторона у нас полностью чистая И снизу расположилась перфорация под мультимедийный динамик Порт Type-C И гибридный слот для двух наносим-карт Или сим-карты и карты памяти А также микрофон Спереди у нас расположился каплевидный вырез под фронтальную камеру на 50 мегапикселей И слуховой динамик Поскольку здесь установили AMOLED-экран Я хочу показать вам работу сканера отпечатка пальцев Он расположен под экраном И реагирует очень шустро Выключаем И он появляется И разблокируется фактически мгновенно Мне здесь работа сканера нравится Диагональ экрана Vivo V25 6,44 дюйма Сюда поставили AMOLED-экран Частота обновления 90 Гц Максимальная яркость 1300 нит Full HD плюс разрешение 1080 на 2400 пикселей И плотность пикселей очень высокая 409 ppi Как видите, экран здесь установили хорошего качества Ну а теперь давайте послушаем звук Из мультимедийного динамика Я добавлю громкости Как вам звук? Да, друзья Динамик здесь только один Но он достаточно качественный И громкий Для любителей слушать музыку И смотреть фильмы Я думаю, вы будете довольны Пару слов о работе системы этого аппарата Смартфон работает на свежем 13 андроиде Оболочка Funtouch OS 13 Все здесь работает без нареканий Шторка задач Рабочий NFC Все здесь на борту А свайпом Свайпом вверх Здесь открываются все приложения Которые сюда установлены Работает смартфон плавно С этим у вас не будет тоже никаких проблем Хочу показать некоторые фишки этого аппарата Зайдем в настройки И экран блокировки и обои Здесь всегда включенный дисплей И большой выбор стилей включенного экрана Да, друзья Здесь, конечно, на выбор очень-очень много разных стилей За это Vivo поставим плюс Также понравилась такая фишка Динамические эффекты Анимация значка отпечатка пальцев Можно выбрать Анимация при распознавании лица Можно выбрать Анимация зарядки Даже есть, друзья Здесь очень богатые настройки Ну вот как-то так Как звонилка Я собеседника слышал хорошо Собеседник тоже слышал меня хорошо Сейчас я набрал номер И, как можете видеть, запись разговоров здесь присутствует Бенды 3, 7 и 20 в смартфоне есть И еще, что касается связи Смартфон хорошо ловит сеть 4G Сердцем Vivo V25 является процессор Dimensity 900 Это восьмиядерный процессор по 6 нанометрам Максимальная частота 2,4 ГГц Графический видеооскоритель Mali G68MC4 Full HD+, разрешение 409 ppi плотность 90 Гц частота обновления экрана 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 накопитель UFS 2.2 Рабочий NFC, рабочий GPS и так далее Позиционируется смартфон как V2202 13-й Android, последний патч безопасности февраль 2023 года Батарейки сюда поставили на 4500 мАч Конечно, могли бы поставить и на 5000 Но за счет быстрой зарядки Зарядный блок на 44 Вт Он заряжает за полчаса на 61% Что тоже считаю плюсом В тесте Antutu наш аппарат набирает 490 тысяч баллов Тест Multitouch уверенных 10 касаний Ну а вот перед вами результат троттлинг теста 100 потоков, 15 минут, 216 гипс, средний показатель Как видите, есть небольшой троттлинг С нагревом здесь все нормально, нагрев не критичный Ну а вот так смартфон ловит Wi-Fi Скачивание, скорость, как видите А вот скорость загрузки Здесь установили хороший Wi-Fi модуль А что здесь как GPS? Навигатор Можете тоже посмотреть скриншоты GPS теста Как видите, смартфон ловит достаточное количество спутников Что касается игр, друзья Я закачал Asphalt 9 И как видите, игра идет на хорошей скорости Ничего не тормозит, не подвисает Авария На трамплин перейдем Вот так Еще один И возьмем левее Поиграть не сильно требовательные игрушки на смартфоне, конечно же, можно Ну а теперь давайте поговорим о главном козыре этого аппарата Это его камера Основной модуль камеры на 64 мегапикселя Широкоугольный объектив на 8 мегапикселей И 2 мегапиксельный макромодуль Достаточно яркая вспышка Фронтальная камера у нас в виде капли на 50 мегапикселей И главная особенность этих камер То, что они могут снимать в 4К 30 фпс И основная камера снимает в 60 и 30 фпс в Full HD со стабилизацией Давайте посмотрим Это может снимать портрет Ночная съемка И видео Вот это знак стабилизации И она может снимать 30 кадров 60 кадров в Full HD со стабилизацией Ну и в 4К, конечно, стабилизации здесь нет И фронталка Также может снимать 4К 30 фпс Это, считаю, очень круто Давайте посмотрим тестовое фото и видео, которое я сделал на Vivo V25 Субтитры сделал DimaTorzok Тестирую видео на смартфоне Vivo V25 Съемка ведется Full HD 30 кадров в секунду 1, 2, 3, 4, 5 Как вам звук, как картинка Сделаем зум 2,5х зум Съемка продолжается На исходную Съемка видео Съемка видео Vivo V25 Продолжаю снимать Full HD 60 кадров в секунду Стабилизация работает Я иду Обратите внимание на качество съемки Full HD 60 фпс Сейчас снимаю видео в 4К Vivo V25 Уже стабилизации, как видите, нет Съемка видео в 4К Проверка автофокуса Автофокус работает хорошо Еще раз автофокус Фокусируется нормально Ну а это тестирую камеру Фронтальную Vivo V25 Съемка ведется Full HD 30 кадров в секунду Оцените, пожалуйста, качество видео Ну а это снимаю фронтальное Видео в 4К Vivo V25 Съемка ведется в 4К Разрешение Подошло время, друзья, подвести итог Этому смартфону Vivo V25 Я начну с недостатков Первый недостаток Это нет стереозвука Только один наушник Ну достаточно громкий Также нет 3,5 мм аудиоразъема Но положили переходник в комплект Ну и нет радио Кому это нужно Ну а дальше плюсы Это премиальный внешний вид Стеклянная задняя крышка Также хороший AMOLED-экран Достаточно памяти NFC рабочий Ну и камера Камера мне тоже понравилась Покупать вам его или нет Решайте сами Ну а на этом обзор все До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова